на дворе у нас осень а на повестке дня лошадиный вопрос впрочем стоял этот вопрос и весной и летом и во все другие времена года тоже потому что куда же мы без лошадки то нет без лошадки далеко не уедешь а значит поставим вопрос ребром в нелепо радостной погоне прыжками будто кенгуру бегут стариножные кони и вьются гривы на ветру воскресенье 10 марта 1902 года самару для покупки жеребенка прибыли два брата иван и некифор тимофеевы волконские сторговав жеребенка они отправились с продавцом в трактир пить магарыч а свою лошадь привязали к саням и попросили соседа сторожить ее сосед пообещал но тотчас забыл о своем обещании и ушел по делам и пока братья сидели в трактире к их лошадке подошел проходивший мимо цыган который отвязал ее и увел с собой вернувшись хозяева не нашли ни своей лошади и ее сторожа тогда они бросились разыскивать пропажу опросив тех кого встретили узнали что действительно лошадь очень похожая на пропавшую проходила здесь ее вели к стоявшим зимовки баржам тогда несчастные братья обратились в полицию и полиции разыскал похитителя их лошади правда похититель сказал что никакой лошади он и в глаза не видел но изоблеченный свидетелями признался и тогда сказал что он действительно гнал лошадь на водопой но это была совсем другая лошадь и ее доверил напоить ему дворник хотите я и дворника вам этого покажу и лошадь его мне что мне не трудно сообщив свой адрес цыган скрылся но придя по указанному адресу на следующий день в дому никлютина на уральской улице братья никакого цыгана и лошади там не обнаружили и оставаться бы им не солна хлебавши если бы не полицейские которые снова разыскали похитителя чужой лошади им оказался уже неоднократно судимый за конократство житель самары проживал он совсем не на уральской а на соседней оренбургской улице там же он был арестован и отведен в арестный дом где должен был ожидать суда оставим в покое конокрадов и обворованных и заглянем в объявления о купле продажи вот например в марте 1913 года на улице садовой 153 продавалась ресистая матка трех лет со сбруей и без а вот на вознесенской 51 в это же время можно было приобрести матку расистых кровей завода обушаева рожденную в 1909 году для это надо было спросить по указанному адресу кучера федора если же вам милее вороной жеребец пожалуйте на угол соборной и предтеченской в дом щетинкина возраст жеребца 5 лет объявленная цена 400 рублей жеребец продавался за ненадобностью лошадиный вопрос как-то не парадоксально звучит сегодня был когда-то краеугольным и могло ли быть иначе если а лошадка была в начале двадцатого века единственным средством передвижения и на короткие расстояния и между разными городами и селениями наверное поэтому история которых мы вам рассказали были не просто не редкими а очень и очень частыми а вот какая история произошла на исходе лета 1902 года в так называемом узеньком переулке 23 августа этому владельцу калугину привезли два воза сена из деревни под самарой разгрузив это сено на хозяйский сеновал деревенские мужики распрягли своих лошадок и привязали их к порожним рыдваном стоящим против окон калугина возле палисадника после этого старший извозчиков отправился на базар для закупок а младший парень лет 18 вошел во двор кулагину чтобы справить естественную надобность когда же он вернулся назад то обнаружил уже не двух а только одну лошадь а вот другая была украдена среди белой дня и на глазах многих людей сидевших возле своих домов но пожалуй самым интересным был даже не это а то при каких обстоятельствах была украдена лошадь сняв понравившуюся ему узду с одной сивки вор надел ее на другую а забракованную повесил здесь же на палисадник после этого он увел сивку и ту уздечку которая ему приглянулась в то самое время когда хозяин лошади находился совсем неподалеку во дворе у кулагина можно себе только вообразить что сказал приятелю водщик вернувшийся с базара с покупками или нашедшей своей лошади впрочем об этом газеты уже не писали как не писали они о том имела ли эта история какое-то продолжение готовь сани летом советует пословица а мы могли бы к этому прибавить если конечно будет кого в эти сани запрягать в 1914 году самара жила в ожидании трамвая и здесь на повестку дня тоже встал лошадиный вопрос что будет с конкой задавались вопросом самарцы выживет ли и она если да то как ей удастся конкурировать с трамваем а если нет куда в мгновение ока денутся и сивки бурки и легковые извозчики вместе с грузовыми публикации о судьбе конки то и дело появлялись на страницах самарских изданий одни из которых сокрушались о прошлом а зато другие грезли будущем и последняя в июле 1914 года газета волжский край поставила своих читателей в известность о том что кондуктору златоустовской железной дороги по фамилии плачкобылы разрешено переменить фамилию на плачканова с чем мы его и поздравляем готовь сани летом и не в свои сани не садись еще не в коня корм и баба с возу кобыли легче кажется лошадиный вопрос проник каждую щелку так что и захочешь а не забудешь про него как не забыли про него братья тимофеевы волконские и войщики домовладельца кулагина думается что не забыл про него и герой еще одной истории о которой мы вам расскажем 20 сентября того же 1902 года 8 часов вечера на крестьянина деревне зубовки самарского уезда поливанова ехавшего в город с двумя вазами тремя земляками еще тремя пассажирами напали двое оборванцев которые выбежали из леса а произошло это на семейкинской дороге верстах 15 от самары семейкинская дорога это сегодня прекрасно известная самарцам московское шоссе начинавшиеся от казарм артиллерийского полка и дальше тянущиеся в сторону старосемейкина вот на обочинах этого семейкинского шоссе и рос тот самый лес который уходил в сторону безымянки из этого леса и выбежали те самые оборванцы один из грабителей трижды выстрелил воздух из револьвера а другой тем временем обрезал вожжи и поперечник у одной из лошадей и увел ее в лес при этом выстрелы так напугали крестьян что они всемиром не решились дать отпор всего на всего двум оборванцам украденная лошадь оказалась серым жеребцом стоящим порядка 80 рублей впрочем не о поимке грабителей не о нахождении украденной ими лошади в данном случае не могло быть и речи это вам не лошадка уведенная в узеньком переулке на глазах у десятка людей ищи ветра в поле брат поливанов могли бы советовать мы обворованному корестьянину и скажи спасибо своему жеребцу что это его они тебя увели в лес сентябрьским вечером 902 года новое время новые песни и лошадиный вопрос тоже ставился решаться каждый раз по-разному вот например только одна заметка из самарской газеты вечерняя заря от 29 марта 1918 года называлась эта заметка лошадка городского головы а рассказывать в ней о том что совсем недавно 18 марта городским исполнительным комитетом был выдан из средств города аванс 100 рублей на проводку электричества в конюшню лошади городского головы хорошо теперь быть хоть лошадкой господина теплого резюмировала газета а сейчас я хочу поделиться семейные истории следы которой разыскал в документах центрального государственного архива самарской области любопытно что эта история тоже оказалась связанной со злополучным лошадиным вопросом ребром вставшим перед моим прадедом павлом егоровичем перепелкиным в ночь с 24 на 25 октября 1919 года как следует из найденного мной дела в октябре 19 года крестьянин села колдебань пугачевского уезда самарской губернии павел перепелкин проживал неподалеку отсюда на углу александровской и полевой продольный улиц в доме номер 130 дробь 110 а в ночь с 24 на 25 октября во дворе этого дома был взломан замок на конюшни из конюшни увели мерина 6 лет грива этого мерина была расчесана на правую сторону из других примет сообщаю что под хомутом вырезана от болячки а около левого или около правого уха тоже немного вырезана других примет нет сообщил мой прадед кто украл мерина не знаю и подозрений ни на кого не имею но прошу принять меры к розыску любопытно что и в это очень непростое время меры к розыску лошади моего прадеда были предприняты правда какие это были меры сказать сегодня трудно но уже на следующий день 25 октября был опрошен некто мефодий ефимович горбачев проживавший солдатской слободки на петропавловской улице в доме номер 9 означенный горбачев сообщил что в ту злополучную ночь у него действительно сдохла лошадь которую с помощью квартирантов погрузил на телегу и повез на скотный двор куварову а повез я ее на мерине и у того моего мерина на лбу белая звездочка а задняя левая нога тоже по щетку белая а продал я этого мерина цыгану фамилии которого не помню и показать больше ничего не могу и никакие мы не клячи и наше место на бегах на четырех ведь всякий скачет обскочи на трех ногах с вами был михаил перепелкин